Воровской мир давно пытается включить в свое правовое поле Ингушетию и Чечню, где совершенно игнорируются его правила и понятия. Все денежные споры и конфликты в Ингушетии разрешаются обычно по законам Шриата и Адата, с участием старейшим. Поэтому, если одна из сторон спора обращалась к преступным авторитетам, из этого ничего не выходило. И вот недавно пришло известие, что появился первый ингушский вор в законе, после слепого, который был преступным авторитетом, но вором так и не захотел стать. Новый вор, Ахмед Евлоев, который якобы взял на себя все вопросы преступного сообщества по Ингушетии. Назначен и смотрящий за Ингушетией, Магомед Евлоев, житель села Индарена Зрановского района. Пока к происходящим назначениям в преступном мире в Ингушетии относятся с юмором, прекрасно понимая, что воры и авторитеты не будут играть какой-либо роли в ингушском обществе. Но уже есть прецеденты, когда к ним обращались за помощью представители славянских преступных группировок. Новые ингушские авторитеты что-то пытались делать. В итоге эти попытки заканчивались разборками по местным обычаям, с участием старейшины шариатского суда. Здесь уместно вспомнить одну историю, когда еще при ушеве авторитеты пытались навести в Ингушетии свой порядок. Тогда к министру внутренних дел Ингушетии Хамзату Гуцариеву пришел на прием один из представителей криминала, Багаудин Султыгов, которому полномочил слепой, Башир Нальгеев. Султыгов передал требования сообщества, вы занимаетесь своими делами, а мы, авторитеты, будем регулировать свои вопросы. Он сообщил также, что за Ингушетии закреплены вор в законе и смотрящий. Тогда Гуцариев отвел представителя уголовного мира в отдельную комнату, где висел портрет Руслана Аушева и сказал, указывая на него, в Ингушетии только один вор в законе, вот его портрет. А смотрящий здесь я, назначенный им министром. И выгнал Султыгова. 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 Султыгова.